Мы не пишем для себя или что? Мы пишем для себя, но в принципе, если будет что-то толковое, я потом... А, окей, давай. Смотри, мне интересно твое мнение как эксперта, потому что ты сотни бизнесов, сотни моделей переработал. У меня нет такого опыта. И сейчас я хочу быть в роли подопытного, где меня привязали к креслу и фактически препарируют и рассказывают, что хорошо, что плохо. Давай. Можем открыть сайт наш. Причем... Так. Кстати, как ты думаешь, написание лучше на английском или на русском? На лендинге ты видишь русский. Только слабус, слабус, почему-то я. Слабус, слабус звучит не очень. Не, ну нормально, в принципе нормально. Лучше на английском. Или все-таки на английском. Я думал, лучше на английском. Презентабельнее. Все. Сделай полный. Давай. Этот лендинг мы сделали, как многие говорят, невозможно делать быстро. Мы сделали практически за одну неделю перед конференцией. Наша задача была как раз показать три типа столов. Что мы сейчас делаем? Стол наборный, где из двух или из трех элементов состоит столешница. Да, нормально. Стол массива – это цельное дерево. Здесь у нас цельное. И стол река. И вариативностью стол рек просто десятки, а возможно и сотни. И мы сделали три продукта. Стандартный размер у нас получается метр восемьдесят, это максимальный размер, и стандартные цены. Также мы сделали несколько типов. Это прямоугольник, овал, он может быть разной закругленности, круглый, и здесь не хватает еще к этой модели квадратной. Это типовые решения. И мы разработали порядка тридцати типовых, уже популярных на рынке, подстолей. В стиле лофт и с квадратной трубой. Взяли за основу два материала дуб-карагач, стандартные цвета. Похожи на выбор автомобиля, прикольно. Да, покраски цвета. Когда ты можешь там сконфигурировать себя. Да, к сожалению, тут нет конфигуратора. Но это сложно, все понятно. Возможно, это реализуемо. Но идея прикольная. Взяли стандартные цвета, которые люди используют для заливки столов рек. Их можно комбинировать. Они прозрачные, непрозрачные, с перламутром, с какими-то добавками. То есть мы показали основу. Коротко рассказываем о себе. Получить подарок. И здесь конфигурация стола-инфографика. Мы не делаем в данный момент, но наша задача делать нумерацию столов, чтобы потом быстро идентифицировать по номеру стола, кто его делал, чтобы определять проблематику. Если человек у нас работает, соответственно, он исправляет свои косяки, либо он несет материальные потери на то, чтобы это все заменить. Этапы работы. Здесь сильно не останавливается. Вот видеопроизводство. Наши основные особенности. И мы доходим до премиума. То есть вот наш лендинг. Он сейчас не работает с точки зрения полноценного сайта, потому что очень ограниченная информация, она замыкается только на слэбах. А люди звонят, лестницы хотят заказать, подоконники, мебель корпусную. Но вы это делаете? Мы это тоже делаем. Ну а в чем проблема? Пусть звонят. Все, сейчас принимаем. И задача вот… Ну сайт хороший. Можно подредактировать немножко. Я подредактировал чуть-чуть. Если есть что рассказать, что по сайту… Вот это что за картинка, за главная? Это картинка… Фу. Ну это просто атмосфера… Ну это ваше, нет? Это не… Ну видно, что не ваше, надо свою поставить. Нет, это не наше, потому что у нас нет… Поставьте свою картинку. Вот сюда какую-то. Окей. На что это видно, это какой-то там, не знаю, отель где-то. Это, короче, вот стулья. Это фотосессия экзотической мебели, которую поставили… Смотри, сюда что нужно? Сюда нужно ваше производство. И надо дописать, что типа наше производство, вот оно. Ну пусть оно будет какое-то там замыленное, неважно. Можно видео, вот у вас же есть видео вот это в конце, которое… Где оно? Там выше чуть-чуть вот под здесь. Да, видео можно. Вот, видео какое-то, вот допустим, я сейчас его даже запускаю. Что там у тебя? Вот. Вот какую-то такую тему, не знаю, где там будет. Где общий цех. Ну где общий цех, да. Вот типа цех. Можно вот даже такую штучку. Вот можно даже так. То есть какая-то там движуха есть. Вот это вот. Всё отлично. Вот прям вот это вот ставь, что виден живой процесс. Вот прям вот это вот вырезай 10 секунд и закольцовывай. Это в начале. Почему важно? Ну будет какая-то движуха. Система позволяет это сделать. Здесь как бы проблем никаких нет. Так, дальше что нам нужно? А скажи, сочетание, у нас есть столы стандарт. Как ты видишь, их цена там 24-35 тысяч. И столы мы в конце представили премиум, если вдруг клиент захочет. Потому что очень дано. Да, только цены нету. Цены какие? И что там не подписано? Здесь столы премиум. Нет, это нормально в конце. Да, у нас был под заголовком, что стоимость от 150 тысяч. Нормально, да. Нет ли такого диссонанса, что совсем эконом и что-то прям крутое? Нет, это главное. Главное, короче, что вы предлагаете. Вот я бы в самом начале, видишь, у вас серия стандарт. Здесь чего не хватает? Не хватает вот этой картинки. Вот это должно быть в начале. Потому что здесь ты показываешь, что вы делаете. Столы слэбов от производителя. Так. Доставка по России 10 дней. Все, это все нормально в целом. Как бы как оффер, хорошо. Теперь, что за стол? То есть надо показать, какой стол мы имеем в виду. То есть инфографика. Да, из чего состоит стол? Стол это, ну то есть дать как бы объяснение человеку, что это такое вообще, что за стол, с чем он работает. Значит, стол это, значит, доска номер один, доска номер два, между ними какое-то заполнение и этот самый подстолье. Получается для каждого типа стола своя инфографика? Нет, один. Вот в целом, что такое, что такое стол? Все понял. Потом желательно там, типа где это используется, можно снизу здесь картиночки сделать. Типа как это используется в интерьере, чтобы он как бы почувствовал. То есть, как ты имеешь в виду? То есть в интерьере как это реализовано? Да, вот допустим интерьер в ресторане, там 5 столов таких маленьких стоят. Интерьер в каком-то премиум объекте, в разных стилях там. А у нас сейчас нет этих объектов, которые закрывают все. Возьми визуализацию у кого-нибудь. То есть у меня возьми, подпиши там автор, дизайнер такой-то. И даже будет прикольно, если ты сделаешь мордочку дизайнера. То есть как будто твои столы востребованы. То есть авторы этот самый дизайнер. Можно отзыв взять, типа скажи, ты можешь у дизайнера взять отзыв. Мы с тобой записываем, скажите, Станислав, как вам эти столы? Скажу, столы огонь, цена крутая. Ты так и напишешь. Идея хорошая. Нам видео надо будет записать сейчас так. И ты берешь там 3-5 человек, как будто твои дизайнеры, ну как бы столы уже востребованы. То есть ты же нигде никого не обманываешь, ты просто пишешь мнение человека во столе и берешь его картинку. Что он бы купил, если бы. Да. И звездочка можешь там подписать, что типа это объекты не наши, это объекты дизайнера, типа вот их контакты. А с дизайнерами договоришься, что ты на этот лендинг льешь трафик. Да. И почему бы кто-то из клиентов, ну как бы потенциально твоих, не пойдет к ним. Можно же так сделать? Можно, конечно. Я соглашусь, если ты меня поместишь в первом. Нет, соглашусь. Давай договорились, первого тебя помещаем. Вот, в каким-то объектом. И остальные. Ну то есть ты найдешь точно 5 человек, 4 там, 2 человека найдешь, неважно. У тебя уже будет как бы востребованность. То есть вот это вот первый там условный экран. Что это такое? Дальше. Вот у тебя хорошая тема, вот это вот. Какие типы? Это уже потом. То есть у тебя нарушена в систематизации, когда мы говорим про систематизацию, есть такая понятие, как положенность. То есть у тебя должна быть сначала категория, каталог, а потом детали. То есть общая картина и потом вовнутрь. Абсолютно точно, да. Потому что общая у тебя. Ценность твоя в чем? Самое главное. В производстве. Да. У тебя производство, которое гарантирует качество и результат. Да. Ты его вешаешь вот сюда и пишешь оффер, что оно дает. А не будет отпугивать, что клиент, он же ищет ни станки, ни опилки. Твой клиент кто? Дизайнер. Ты же мне сам сказал. 90% дизайнера. Дизайнеры, у них проблема не в том, чтобы найти это на авито, а в качестве, как бы в понимании, что это будет сделано. Ты не забывай, кто у тебя клиент. Дизайнер. Но дизайнер, он также ищет продукт. Здесь у него есть некий образ, что это стул и стол. Это сразу же тут. Нет, здесь нет. Вот здесь вот образ для меня, как для дизайнера, что стырили картинку с фотобанком. Я это считываю моментально. А если обман в мелочах, то значит и там то же самое скорее всего. Ну интуитивно, да, понятно. Поэтому это не надо сделать. Вот это вот то, что я тебе показал, гораздо лучше привлекать внимание. Вот кто дизайнер, если нас сейчас смотрит видео, напишите в комментариях, типа так или не так. Я же сейчас вот говорю свое мнение, а ты можешь это видео выложить и у других ребят спросить, типа так ли, как я говорю. Может быть тебе что-то еще насоветую. Я сейчас говорю свое мнение, как бы я видел. Короче, первое производство, это самое ценное. Производство какой продукт дает? Слэбы. Что такое слэб? То есть следующим моментом ты объясняешь. Вот что такое слэб здесь вообще упущено. Вот это у тебя есть. У тебя все есть тут. Вот что такое слэб? Вот сюда. Да, кстати, что такое слэб? Это слэб, по сути, это вот там есть. Да, ссылочку можно. Дальше, значит, какие бывают варианты? Вот это вот в следующем идет у тебя. Какие бывают варианты? Вариант такой, такой, такой. Тут все отлично. Вот единственное, что тут подстолья не видно. А это здесь без подстолья, да? Потому что черное, видишь, оно проблескивает. Ну тебе надо картинку. Вот тут посветлее немножко. То есть подстолье тоже покажи визуально, да? Оно будет лучше. Только тут надо написать, это стол 24 или подстолье? Это столешница. Вот напиши, столешница от 24. Столешница. А как ты относишься от 24? Это без разницы. Просто напиши такое, можешь от написать. Потому что, ну, в принципе, если от, ты можешь написать. Там цена зависит. Значит, лак, масло, покрытие, там плюс-минус 15%. Вот в книге возьмешь, там есть, как это делается, значит, плюс-минус. Там пример прям есть. Дальше вот это вот очень мне нравится. То есть все вот тут хорошо. Единственное, что бы я снабдил дополнительными, не стесняясь описать текст, дизайнеры будут читать. Вот ты сейчас говоришь простыми словами. Какая конструкция может быть стола? Она же понятна, очевидно. Нет. Какая? Ну, я просто пишу серия стандарт. И здесь, если под заголовок, да, или просто расшифровка, какие варианты столешниц бывают. Что? Ну, да, да, да. То есть простыми словами объясняется, что дальше человек увидит. Ну, да. Вот серия стандарт не очень понятно. Что такое серия стандарт? Это что? По сути, ну, для клиента это наша внутренняя история. Ну, да, мне это не надо знать. Мне важно знать, что вот какие три типа. Три типа. То есть мы производим три продукта. Продукт номер один наборный. Кому он, когда он мне, когда мне брать наборный? Вот что тебе надо объяснить. Если я что? Если я хочу сэкономить, бери наборный. Это прежде всего экономия, да. Если я хочу как бы дизайн с рекой, бери вот этот. Если я хочу цельно без шва. Ну, эти природные, вот как оно выросло, так и выросло. Вот так и напиши. Это типа для тех, кто хочет природный, тут кто хочет сэкономить, но без... А даже не обязательно сэкономить. Здесь же может быть, что нет такого размера, и они хотят сделать шире, и можно его только из нескольких кусков. Видишь, я этого не знаю. Ты знаешь какие-то сценарии использования, ты должен их написать здесь. То есть ты должен мне подсказать. Я такой, о, я в этой ситуации. Я же хочу действительно сделать большую столешницу. А ты мне подсказал. А так мне приходится догадываться. Я вижу какой-то обрубок столешницы и не вижу всей картины. Поэтому здесь лучше всего написать. Потом дальше. Ты же здесь задал, получается, тему, что такое стол. Ты разобрал столешницу. Дальше не теряешься. Рассказываешь, какие подстолья бывают. Вот у тебя, типа, подстолья. Ну, столешница и дальше подстолья. Да, то же самое. Какие мне выбрать? Стеклянная, оловянная, кирпичная, металлическая. На заказ из золота. Какие ты делаешь и какие мне выбрать? И у тебя, получается, стол плюс столешница. Что еще? Выбор цвета. Да, у тебя идет выбор цвета. Детали. Здесь, в принципе, нормально, да. Какой-нибудь, знаешь, типа, хит. Можно, типа, ну, какой-нибудь там. Можно делать, можно не делать. Здесь вот хорошо, что выбор большой, но все равно будут себя стандартно выбирать, потому что они на это приходят. Но, типа, мы еще это делаем. О компании. Можно, но, наверное, дальше. То есть, сначала нужно продукт весь описать, а компания в конце. Команда экспертов. Команда мастеров столярного дела с опытом работы по ручному изготовлению мебели, с использованием полимерных материалов, создаем изделия от скиза до воплощения. Не очень понятно. То есть, ты напиши, что это слэбус, это в первую очередь завод с этими самыми, со станками. На нашем производстве 10 станков таких-то, которые работают как гласуточно, один заменяет другой. Это позволяет… Это, наверное, есть дальше о производстве. Человеку не важно, что команда мастеров столярного дела с опытом. Для него это… Это на самом деле очевидно. Для него важно что? Ты пишешь о компании, но не о компании ты пишешь, а ты пишешь о том, как человеку будет в безопасности с вашей компанией. О безопасности – это наши мастера прошли обучение у канадских мастеров или посмотрели YouTube, неважно. Посмотрели YouTube, значит, прошли обучение. Получается, ты… Прослушали серию лекций. Вот. Ну, сейчас мы смеемся, да, но в целом нужно показать, что… Какую ценность это несет. Прямые поставки – это хорошо. Я вот, допустим, как дизайнер, вот ты мне только сейчас рассказал, что такое прямые поставки и кривые какие-то поставки. Да, я могу этого не знать. Ты говоришь, что типа многие берут предоплату и закупают где-то. Пока… Ну, являются посредниками. Да, говоришь, а у нас уже все готово, то есть ты можешь забронировать там вот этот, да, или мы тебе уже бронируем, который отлежался год, и поэтому мы самостоятельно все это отбираем, да, вот это вот все. Более 10 лет… Ну, то есть тут в чем смысл, да, что следствие готовых напрямую без посредников. То есть а другие с посредниками, да, самостоятельно отбираем, вставляем лучше сырье по самым низким ценам. Самым низким непонятно. Лучше писать, что такое самые низкие цены. Ну, то есть, тем более ты же сказал, что у тебя не самые низкие. Вообще имеет ли цена, но именно с сырьем здесь мы… Ты должен сказать, что сырье у нас хорошо высушено, и мы сами сушим, и мы сами следим за всем процессом, чтобы оно не согнулось. Вот помнишь, ты сам говорил, что если оно сгибается… Вот, короче, после того, как ты смонтировал, и здесь я бы как сделал? Я бы сделал прямые поставки, не сырья, и я бы сделал вот так, наверное, что вот тут оно пропеллером пошло, а тут нормально. Вот, чтобы так не было… Прямые поставки, ну, по сути, это контроль качества или правильная сушка, это следующий этап. Поставка одно, а дальше сушка и заготовка – это другой этап. То есть это… Прямые поставки, ну да, своя сушка. Вот здесь может быть даже вместо того, чтобы 10 лет описать, здесь может быть как раз сушим, и весь материал у нас на складе. Ну, здесь бы я сделал, что типа для дизайнеров, ну, как мы работаем для дизайнеров, что мы, наши клиенты – дизайнеры, соответственно, мы знаем, как взаимодействовать. Как мы взаимодействуем, прописал бы тоже. Этапность работы, согласование проекта, утверждение характеристик. Ну, как-то не особо понятно. Расчет стоимости подписания договора оплаты производства изделия. Ну, как бы, какой стандартный этап, то есть они написаны, но они стандартные, они в договоре написаны. Вряд ли у кого-то иначе, вряд ли кто-то там начинает монтаж. Вообще, насколько нужен этот блок? Он нужен, если ты описываешь в нем особенности. Здесь ты особенности никакие не написал. Ну, допустим, оплата 70 аванс, 50 расчетов, 30 расчетов. Если так, то да. Если это важно для вас, то да, нужно. Я бы здесь не это написал. Я бы написал, то есть первое, вот смотри, согласование проекта, утверждение характеристик. Тебе нужно не это написать, а тебе нужно написать то, что в чем здесь загвоздка обычно бывает. То есть, как выбрать, да, допустим. То есть, мы посоветуем вам оценку, все хотят оценить, возможность реализации, стоимость. Они приходят с проектом, либо просят приехать на замер. Да, тогда так получается, что ты показываешь каталог, что у тебя есть. То есть, посмотрите наш каталог, выберите цену, которую вы хотите. Если вы не знаете, то давайте обсудим, потому что мы знаем, как сделать максимально дешево, так и сделать на качество, так и премиально. То есть, давайте мы вам подскажем в этом направлении. Тебе нужно дать, чтобы человек сам что-то сделал и подсказать, если он что-то не может. Расчет стоимости. То есть, договор, да, можно договор там дать. Типа, как мы работаем, основные позиции по договору. Ну, детали, да, если они важны и ты хочешь проговорить. А есть смысл, допустим, сделать ссылку, там, скачать договор? Да, 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 да. Пусть качает, пусть смотрит, вообще ничего такого нет. Да, и даже я бы видео даже записал. Смотрите, мой договор такой, почему я каждый пункт. То есть, любой элемент контента, любая тема, которую ты даешь, если, а что это дает? Это дает внимание. То есть, у тебя есть доля секунды, чтобы клиент понял, нужно ему это или нет. Зачем он будет договор читать? Он хочет почувствовать себя в безопасности, что его не обманут. И это тот элемент внимания, который ты купил уже, то есть, ты завлек клиента. И когда ты купил, ты можешь ему продавать дальше. Ты рассказывай договор, говоришь, мы сделали договор таким, чтобы обезопасить вас, в первую очередь. И объясняешь каждый пункт, для чего он нужен для него. И с каждым пунктом, который он смотрит, он думает в этот момент, что он себя обезопасивает, а на самом деле он себе больше продает, потому что он видит, люди об этом знают. Не на словах они пишут, мы самые лучшие, а они по договору показывают, что реально они об этом знают, с этими проблемами сталкивались. Они знают, что там есть. Вот ты говоришь, там клеймо какое-то ставит человек. Это же не просто так. То есть, значит, бывает брак. А если бывает брак, то значит, как-то с ним работают. И именно поэтому мы ввели пункт, как мы работаем с браком, мы его изменим или заменим вам в течение недели за свой счет. Все, человек, о, ничего себе, это прикольно. Я это ценю. То есть, по сути, тебе нужно или не нужно, если ты хочешь что-то продавать, если ты можешь смысл вытащить и ставить, оно тебе нужно обязательно. Ну, нужно здесь все хотят. Ну и все остальное то же самое, в том же духе. То есть, вот это делает как бы смыслолог и копирайтер. Слушай, а здесь этапы работы, допустим, для дизайнеров, история здесь бонусы или агентские договоры. Ну, конечно. Или партнерство. Что дизайнер хочет? Дизайнер хочет безопасность. Самое главное, чтобы его не кинули, и дизайнер, ну, как бы клиент не подумал. Чтобы перед клиентом не краситься. Это ключевое, да. Второе, он хочет деньги. Ну, то есть, по-любому он хочет. Бишь, как вы с нами заработаете, можно такой заголовок сделать. Как дизайнер с нами зарабатывает, вот и все. И там тоже довольны отзывы, значит, довольны дизайнеры кто-то. Значит, третье, что он хочет, это чтобы было прикольно и интересно, но у вас интересные и прикольные изделия характерные. И что там? Четвертое, это как бы показаться в глазах клиента умными. Смотри, каких я ребят нашел, да? Смотри, каких я ребят нашел. Сколько я сэкономил денег обычно. Смотри, какой я проект прикольный сделал. Это вот вопрос, что, типа, можно я свой дизайн сделаю индивидуальный. Повыпиндриваться перед коллегами, что смотри, как по моему дизайну сделали там куда-то. Вот эти все вещи. Вот эти четыре вещи, это важно для дизайнера. Ты их зная, ты весь свой текст ориентируешь не на то, что какие штуки мы делаем, а как то, что вы делаете эти штуки, поможет дизайнеру решить эти четыре вопроса главные. Вот это все супер замечательно. Вот, в принципе, вот это закрывает вопрос доверия. Ну, то есть, в целом прикольно, интересно. Вот, все классно. Вот, четкая движуха есть. Классно. Вот, единственное, чтобы вырезать это не на две минуты, а на минуту и в Инстаграм еще запереть. На 30 секунд уже перемонтируем. Вот, а производство, все отлично, хорошо, только фотки нужны. Цех надо показать, современный парк станков надо показать. И что за станки? То есть, скорее всего, я не читаю, но, скорее всего, здесь Абракадабр написано, надо сказать, 10 станков CF14S итальянский. Ты думаешь, что это? Да, это нужно, это нужно, да. Именно такие, потому что такая заморочка, она нужна. Типа, что-то там, что-то крутое, но я не понимаю. Ну, слушай, если я заморочен, я такой прогуглю. Окей, там, вытащу, копипейст. Посмотрим, что за станки. Просто там, любой станок можно взять, и он будет стоить, не знаю, 2-3-5 миллионов. Так и напиши, да. Каждый станок, стоимость, типа, как вы думаете, мы будем вас кидать там за эти 100 тысяч рублей, если у нас там станков на 10 миллионов? Ну, то есть, это глупо. И они стоят, и никуда не уедут. 250 столов в месяц позволяет, ну, в принципе, да, нормально. Но 250 столов в месяц, это как бы прикольно для ресторанов. Это надо объяснить. Это значит, если вам надо въехать в ресторан через месяц, мы, типа, справимся. Вот это надо объяснить. Потому что просто так оно как бы непонятно. Чистые помещения, ну, прикольно, да. Соблюдение стандарта качества. Здесь какой-то чувак должен в халате ходить. А есть смысл не 250, допустим, столов, а сделать отдельно блок, работаем срочно или реализуем срочные заказы? Именно… Не важно, потому что… Факт, ты как бы факт выносишь, а дальше ты объясняешь, что факт значит, ну, как бы для меня. Ты говоришь, это значит, что мы можем сделать вам в ресторан столько-то и успеть вам еще чего-то там сделать дополнительно. Да, с этим понятно. Клиенты. Дизайн-архитекты, корпоративный клиент, частный клиент. Ну, нормально, да. То есть в конце это уже менее важно. Ну, то есть… Такой. Да. Ну, хорошо. Так, а еще мы делаем, типа, топ-эксклюзив. Нормально, вот прям серия премиум. И объясните, чем топ-эксклюзив отличается от обычного. Чем сырье отличается, чем подстолье, чем дизайн, то есть что такое премиум. И сюда же, я думаю, нужно воткнуть тему с… Это самое… С… Индивидуальный. То есть ты конкурс хотел делать, что вот сделайте, то есть для дизайнеров, условно, если вы хотите делать какие-то вещи, вот такие столы, у вас есть идея, типа делайте там 3D Maxi где-то там нам отсылайте, проходите конкурс, отбор. Если ваш там предмет либо закажут, либо там наберут сколько-то лайков, да, мы как бы его сделаем. Ну, условия какие-то. По сути, получается, нет задачи нам реализовывать, мы выкладываем идею, да, 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 да. И клиент заказывает, и человек получает бонус в проектный, не знаю, или от стоимости изделия. Потому что вот такой вот, допустим, стол, вот такой стол будет 1 300 000 стоить, ну, в среднем по рынку. Но тебе надо заинтересовать дизайнеров, то есть чтобы они участвовали в конкурсе, тебе надо им дать номенклатуру, да, то есть что вы можете сделать. То есть тебе нужно мотивировать дизайнеров, значит, чтобы они изучили твое, ну, не производство, а возможности. А для этого, как бы, ты должен пообещать им что-то, они просто так не будут изучать. Вот. Ну и какие-то рамки дать, что делать, какие габариты, возможно, да, 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 да. То есть дать ограничения, в этих ограничениях будет, ну, раздаст творчество. Тогда будет работать. Распродажа. Тоже прикольно. Вы можете оказать заготовку слэба из наличия со скидкой. Но тут лучше, как бы, конкретное что-то делать. Знаешь, как в автосалонах там делают, там конкретно автомобили стоят уже на стоянке. То есть вот так вот это, ну, либо убрать вообще, либо сказать, вот такое-то можешь купить конкретно. Можно заказать изделие, артикул такой-то, могу. И заказывать. То есть если это магазин, то надо заказывать. По сути здесь какой-то должен быть ограниченный не все, что есть на производстве. Сейчас многие, конечно, воспользовались этим, хотят скидку, потому что декларировано. По сути... Но она может кончиться. Да, это не самый ходовой товар, но мы сейчас изменим. Я думаю, что это там 5 позиций надо сделать. Подстолье в подарок. Это типа бонус такой. Да, было подстолье в подарок, 4 модели осталось. Я бы знаю, что сделал. Если это для дизайнеров, если это для дизайнеров, то я бы сказал, смотрите, то есть цель какая? Найди надежного партнера. Чтобы не потеряться, оставьте контакты. Звонить, спамить не будем, скажем так, но чтобы у вас там было там, отсылаем там, допустим, обзор наших изделий раз в неделю или раз в месяц. Да, раз в месяц нормально. Вот и все. То есть просто, чтобы не потеряться. То есть все хотят найти надежных партнеров. Да, вы нашли надежного партнера. Даже если вам сейчас стол не нужен, типа положите закладки, ставьте контакты, посоветуйте друзьям. Все, вот такую тему. Если нужен прямо сейчас, то да, подстолье в подарок. Ну вот и все нормально. Смотри, сейчас получается, мы обсудили лендинг для дизайнеров, а для клиентов, если, ну, исходя от того, что мы проговорили, ключевые особенности, какие будут отличаться? Для клиентов. Для клиентов вообще по-другому все строится. То есть это должен быть второй лендинг, где человек заходит и выбирает, я дизайнер, я клиент. Нет, лучше, как они будут, во-первых, туда попадать. Или как они рекламно придут на эту ссылку. Да, 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 они приходят отдельно. То есть это для каждой категории свое. Иначе, получается, им приходится догадываться, ты не можешь смысла передать. Конечно, отдельно, отдельно нужно. То есть мне сейчас надо доделать этот лендинг, сделать второй для клиента и для каждого отправлять свой. Просто им разные вещи нужны. Дизайнерам нужны деньги, там статус, интересность. Они готовы твои столы там продавать дороже. А клиенту нужно там, ну, может быть, тоже им, кстати, дешевле не надо покупать. Я не знаю, почему клиенты покупают такие столы. То есть тебе надо исследование пройти, ну, провести. И когда ты будешь знать, ты сможешь точно так же упаковать по их страхам, проблемам. То есть клиент, например, думает, закажу-ка я на Авито. Какие сложности? То есть у тебя здесь будет тогда, как раз ты рассказывал. Варианты, где купить. Да, да. Типа, почему покупать там на производстве? О нашем производстве. Пишет сейчас. Да. У меня вообще классный момент. Пишет. Ну, это же тоже сравнить, где можно купить. Да, 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 да. И ты можешь вообще не продавать ничего. Почитай статью, типа, как заказать правильный стол из столешницы и не попасть в просаг. Типа, как вас обманывают при заказе. Ну, какую-то такую статью. И это у тебя лендинг, может быть, про эту статью. И у тебя весь лендинг объясняет, как правильно заказывать у тебя. Ты говоришь, да, есть разные варианты, но кто выбирает, плюсы соотношения цена-качества и там подход такой-то. Плюс там мы можем дизайнера дать, еще что-то. Ну, я не знаю, что им нужно. Ты говоришь, вот есть производство, присмотритесь к нам, оставьте заявку на расчет. У нас сейчас есть акция, скидка. Ну, то есть, клиентам надо прямо сейчас давать какую-то акцию. Прямо сейчас. Вот. Может быть, каталог какой-то отослать. Может, еще что-то. Что-то, чтобы он оставит там. А может тема с квизом работать? Заполни, что тебе надо, характеристики. Мне квизы мне нравятся, да. В принципе, говорят, кто говорит? По квизам, говорят, работают торгетологи. Почему? Потому что у них элиты идет. Они схватывают эту рекламу. Да, но хватает оно всех, потому что тебе может… То есть, короче, тебе не ценно 100 человек набрать, потому что из них только 3 покупают. И ты не поймешь, кто из этих 100 покупает. Тебе нужно будет большой отдел продаж иметь, а это еще там 2 человека, чтобы они обзванивали вовремя. То есть, у тебя будет много левых заявок, проще говоря. Есть еще, ну, мое предположение, что, допустим, клиент, звонит, говорит, я хочу, и ты ему задаешь вопрос, по сути, если хотите получить там скидку 10%, мы вам пришлем мини-опросник, заполните его. Зачем ты его сливаешь? Мы экономим на менеджере. Не очень вижу. Нет, да, смысл? Ну, смотри, мне нужен стол. Да. Допустим, я клиент, я просто рассуждаю, мне нужен стол. Но ты захочешь скидку все равно потом заплатить, получить, но мы тебе предлагаем скидку, но говорим, тебе нужно кое-какие этапы работ пройти. А зачем мне это надо? Мне не нужно экономить 2000 рублей. Мне нужно, вот смотри, вот я хочу такой стол, допустим, я вот увидел ваш сайт. Я такой, окей, мне нужен как раз такой стол, допустим, я его сейчас там, где у тебя стоимость? Ну, смотри, ты мне позвонишь, ты меня будешь расспрашивать, какая смола, а какой размер, а вот там галь по мере. Я лично не буду, то есть я увижу, допустим, вот какой-то стол, там столешницы, вижу, тридцатник, говорю, ну как бы, что у вас там все реально? Я скорее тебя, я лично скорее тебя спрошу про, типа, сколько платить сначала, какой договор. То есть я могу не знать, если ты мне не сказал, что там бывает мало какая-то не такая. Так. Я могу это вообще не знать. Но если я это узнаю, будет прикольно. Если изделие готово, стопроцентная оплата, мы делаем фотоотчет. Я тебе тут же закажу, скажу, привози, я тебе заплачу. Если изделие готовится, 70% аванс, 30% расчет. Это нормально вообще? Ну интуитивно для тебя? Если на заказ, ну в принципе да, я так сейчас делаю. Но мне вот самое, вот мне самое простое, привозите, говорю, окей, мне подходит, привозите. То есть вот ты привез, я тебе курьеру плачу 30 тысяч, и все, он не выгружает. Вот мне самое такое, я всегда так стараюсь. А оплата на месте? Для меня удобнее всего, но это для меня, не для всех. Если как бы изготовление, заранее 70%, я заморочен, я буду долго вас изучать. Ну то есть, короче, мне менее комфортно. Вот. Риски, которые ты, допустим, на рынке никогда не слышал, когда изделие клиенту приводят в квартиру, он говорит, да-да-да, все нормально, там этот, все. Он просто закрывает квартиру и говорит, слушайте, ничего не знаю, я вам денег заплатил. То есть клиенты, мошенники. Как заплатил? Вот так заплатил. Ну, это что-то не очень помогает. Ну, как ты меня отгружаешь, то есть ты вытаскиваешь? я тебе, а вот дальше ты вызываешь полицию, тебе говорят, идите в суд, а в суде ты ничего не докажешь. То есть, это прям такая сложная история. Очень много шарлатанов. Если это так, то тогда не заводить квартиру, говоришь, вот мы его привозим, выгружаем. Смотри, ты сейчас говоришь, это возражение, как-то с этим работать можно? Вопрос, там, после выгрузки или перед выгрузкой, или приезжает водитель и говорит, вот мне надо рассчитаться, подписать бумаги, что вы приняли, принимайте, получайте, оплачивайте. А ты говоришь, я хочу посмотреть, я же не буду на улице, заносите в дом, распакуйте. И когда... Подожди, ну а как у тебя приезжает, привозит, не знаю, тебе в холодильник или что-то еще, что ты выгонишь, что ты будешь делать? Нет, ну я не буду этим заниматься. Ну слушай, мне кажется, это какие-то единичные случаи. Единичные, да. Ну, наверное, риски есть. Поэтому я хочу получить единик вперед. Ну понятно, что ты хочешь, а клиента, для клиента, с другой стороны, куча мошенников, значит, которые получат мои деньги и что-то я потом буду искать. И я лучше ничего не буду заказывать, я лично лучше поеду в Икеа, куплю гораздо худшего качества, но зато я куплю, закажу доставку и мне точно привезут. Но я не рискую. То есть для меня, я такой тип клиента, для меня лучше заплатить дороже, но по факту, нежели предоплату и потом, ну я не знаю, будет готовы или нет. Это я такой. Наверняка есть другие типы клиентов, тебе их надо изучить и здесь как бы описать их. Либо сориентироваться на кого ты работаешь. Возможно, ты не работаешь с теми людьми, которые не готовы платить предоплату. Либо наоборот, ты ориентируешься на тех, кто не хочет заказывать, ты говоришь, у нас столов таких 50 штук, типа вот, значит, как интернет-магазин заказывать. Это зависит от того, как ты хочешь строить как раз этот бизнес. Я один тип клиента, тебе надо другого изучить и вообще понять, как ты сам хочешь. Но вперед платить как-то вот в современном мире тяжело. Я стараюсь никогда этого не делать. Ну да, то есть я лучше выберу, нежели на заказ кому-то что-то заказывать, я выберу из наличия просто, ну что-то другое. Я всегда подберу из наличия, что есть. Ну вот, возможно, обжигались очень часто. Ну вот нам тогда эту тему проработать, чтобы... А возможно, именно это, может быть, клиенты об этом не говорят, может быть, только я об этом сказал, но возможно, это является критерием выбора. То есть да, из наличия, да, сейчас привезу, сегодня можно купить, ну или там сегодня можно, все, приедем ночью. Потому что я когда сам заказываю, я в большинстве хочу оплатить на месте. То есть пощупать, что это настоящее, что, блин, а вы ванную мне точно привезете? Да, да, да. Привозите. Ты им оплачиваешь, антигей, то извините, сняли, тут брак обнаружили, мы этот... И деньги зависли. То есть они любой ценой деньги возьмут. А дальше иди в суд. Вот. Если сумма внушительная, то тем более никогда. Я вот даже мы джакузи покупали, я сам поехал на этот самый, прямо на объект, прям посмотрел, прям вот конкретно все, вот она, все забираем. Ну вот значит, можно ли заказывать? Да, можно ли отдельно заказывать из Китая еще откуда-то? Ну типа да, можно, но ты опять же рискуешь. Я с Китая ни разу не рискнул, хотя знаю, что это дешево. Мы из Китая даже заказывали. Там была цена вопроса типа тысяч 30, если не ошибаюсь. Ну нормально заказали. Они сделали под нас, мы сделали индивидуальный дизайн. Ну то есть я рискнул, я был готов, что они не скинут. Ну 30 тысяч можно было потерять. Да, да, да. Ну вот так же у тебя стол уже 30 тысяч стоит. Ну как бы стол. В принципе, я как бы тот человек, который рискует до 30 тысяч вообще, ну как бы в легкую. То есть окей. Если там 50-70, уже как бы вопрос возникает. Поэтому у тебя в принципе стол попадает в категорию. То есть я бы, вот если бы я увидел вот этот сайт, я увидел бы, что подготовились, я бы увидел договор, я бы увидел тебя лично, что ты нормально. Вот здесь просто нигде нет. Да, если было бы, что вот наш собственник на конференции, я бы подумал, ну ладно, чувак какой-то известный, не будет он равен 30 тысяч там всех кидать. И я бы заказал. А если было 50-70, уже бы не стал. Вот у тебя с сайта. То есть здесь я бы пост оплаты заказал. А если есть лицо и все? Да, увеличивается, конечно, да. Доверие. Здесь как лучше писать, получается, от третьего лица, там, слушай, офис, надо работать. Учредитель компании выступил на конференции. Или я выступил? Нет, это отдельно. Это ты просто... Нет, ну вот здесь, допустим, где-то там, наш основатель, да, Максим Вересов на дизайн-конференции. Да, заголовок, почему нам можно доверять? То есть вот Макс... И фотографии с дизайнерами, там какая-нибудь, там с известностями. Он типа нормальный, рукопожатный парень. Вот как бы так. Так. Такая тема. И коротко. И инстахрам. И инстахрам. Вот, нормально, да. Инстаграм. Вот, вот, отлично, смотри, класс. Вот ты на какой-то выставке. Вот отличная живая фотка. Вот это какие-то не наши. Да, это... Это лучше убрать. Ну, то есть, либо пояснить. Вот это супер. Это ваше? Да, вот это наша. Ну, нормально, да, да. Это в Бали. Все классно, да. Большие столы. То есть, вот это у меня в перемешку с экзотикой с Бали, потому что мы... Ну, вот здесь кажется, что ты что-то возишь, откуда-то какая-то мутная тема. Я бы больше фокусировался на, вот на этом, на конкретике. А если сразу заявить, что мы работаем и с экзотикой Бали, то есть... У тебя по фоткам, у тебя фотка, вот я как бы как ощущаю, вот тот сайт хорошо, я чувствую, что ребята что-то делают там на месте. А если добавить на тот сайт вот этих балийских, это же мои фотографии нестыренные. Я приезжал туда. Я тебе объясняю, почему они мне не нравятся, потому что это не то, что ты продаешь. Ты продаешь не премиум продукт, ты продаешь то, что у тебя на заводе делается. А у меня это тоже делается. Что, балийская? Да, у меня есть частично вот это сырье. Ну, наверное. Я бы просто делил, смотри, ключевое. Вот смотри. То есть сайт экзотики, но я же не могу инстаграм делить. Можешь, подожди. Вот этот сайт у тебя как бы вот про такие столешницы, согласен? Да. А вот это типа, а вот еще мы можем это. Соответственно, другой сайт ты делаешь наоборот. Мы делаем суперэкзотику, а еще у нас есть в дизу тогда, у тебя такой же блок маленький, у тебя два сайта. Российская. Да, по инстаграму то же самое. У тебя по инстаграму, ну то есть у тебя может быть и то, и то, но я бы здесь на самом деле делал бы больше производства. Не какие у нас там продукты, а типа почему мне можно доверять? Ну, такие штуки. Типа, да, станки. Вот мы строгаем, вот мы там краской там красим, вот мы не вылизанные картинки. То есть можно где-то вот такие. А, сейчас просто даже вот эти столешницы, но фото на нашем производстве. Да, 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 да. А это какая-то с интернет скачанная. Это в Бали. Есть такое ощущение? Да. Ну вот это же моя фотография, это же я в Бали. Я тебе говорю не твоя или не твоя. Я тебе просто... Вот это хорошо, да. То есть вот я. Здесь какой-то может быть вот у нас... Понятно, что не я на производстве, вот опять же тоже... Балийцев не надо, это как будто не ваше. Тоже я. Вот это хорошо. А получается производство Бали, вот они, я хотел показать, как они работают, как там работают. Ну, смотри, тут Инстаграм, он более может быть такой. Короче, надо понять, что ты поддаешь. Вот это я понимаю, что выглядит где-то там за бугром. Вот я сам это воспринимаю. Из-за этого у тебя получается ощущение, что с Пинтереста накачали картинок и вас тут нет. Да. То есть, ну, как бы чуть-чуть надо приземлить. А так хорошо, да. Я бы вот конференцию туда воткнул. Вот самая клевая фотка тут не вот это вот, а вот самая клевая вот это. То есть я вот на конференции, я здесь настоящий. Видно, как стол какой-то конкретный, да, вот все видно. Вот слэбус видно, вот тебя видим тут, и вот ты тут. Вот он, типа окей. И тогда, да, какие-то столы у него есть. И можно мне эти столы поближе посмотреть? Да, можно. Я хочу эти столы посмотреть поближе, где они. А, вот они, какие-то столы. Ну, это розыгрыш. Подписи будут, да. Розыгрыш не помню. Ну, да, хорошо. Так, окей, верю. То есть я хочу верить, что я могу этот стол заказать и мне к ним привезут. А вот это какая-то вообще надпись, ну, не русская, типа с Пинтереста своровали. Непонятно. Да. Ощущение такое. Так. Ну, как? Слушай, ну, прям... Было полезно. Очень. Хорошо. Прям очень круто. Я, видишь, я как это... Ты перебываешься в другую роль и перестаёшь адекватно воспринимать себя. И я раньше всех этих слабистов, столярщиков, я их хайл и говорил, какие они идиоты. Они идиоты, такие же, как я сейчас. Сложно понять, да. Да. Это естественный процесс. Ты перестраиваешься в роль, ты в других событиях, другие... Каждый день проигрываешь функции, и ты начинаешь мыслить по-другому. Ну, попросим советы у ребят ещё кто-то выложить? Конечно. Да, мы вот так вот спонтанно... Да, я первый раз вижу, мне Макс прям показывает, у меня какое мнение, как от дизайнера. Может, оно не объективное, может быть, объективное, тут уж каждый сам поймёт. Если у вас есть какие-то комментарии, да, как можно улучшить, помогите Максу улучшить сервис, производство, он вам скажет спасибо. Может быть, за какие-то полезные советы доску подарит. Доску, слэп, столешницу, ой, у нас много-много всего. Всё, тогда спасибо. Всё, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok